друзья здравствуйте сегодня мы с моей коллегой татьяной проведем для вас чудесный эфир в котором расскажем о наши новые услуги я надеюсь вы такого еще не слышали услуга называется бодрый суккулент почему бодрый суккулент вам тоже расскажем еще расскажем чем она вам будет полезно ну и вам точно скажу что эфир будет веселый не длинный так что постарайтесь послушать так сейчас я приглашу вот наша татьяна таня привет привет классно нас еще по моему никто не смотрит но мы с тобой уже здесь хочу тебя предупредить и всех наших подписчиков тоже у меня кто-то ведет строительные работы вот такой грохот и если вдруг что-то вы меня простите я ничего делать с этим не могу ну ничего страшного будем по ситуации видишь я сегодня не одна да я вижу что ты с гостями он не друг друг он не гости что он же у него даже имя есть его зовут адан почему потому что это дизайнерская кашпо его придумала дизайнер тереза сеппи мне кажется фамилия я могу ошибаться в произношении вот это она придумала такую форму кашпо и назвала его адан здорово почему ты думаешь я вместе с ним а я думаю что ты хочешь рассказать нам что такое суккуленты а мы потом вместе расскажем чем суккуленты всем могут быть полезны верно правильно я саданом потому что в нем как раз сидит суккулент видишь растение такой хорошенький да это растение называется хаворти и она является с суккулентом так мы с тобой сейчас будем про суккуленты говорить или мы про суккуленты попозже сначала про нас вот к нам начали присоединяться те кому это интересно и давайте мы представимся все же сначала меня зовут анастасия борисова я занимаюсь тем что помогаю людям управлять стресс и не зря тут с нами сегодня прекрасная девушка татьяна кругляк которая называется фито дизайнер танец фито дизайнер это тот кто занимается растениями и дизайном верно да это тот человек который занимается растением и занимается официально и мы как-то классическое определение фито дизайна это научно обоснованное введение растений в интерьер да да простыми словами это растения в интерьере но не просто растения а в совокупности с дизайном интерьера с дизайном кашпо или стен которые мы вводим в этот рир то есть чтобы это были не просто голые растения до в интерьере а чтобы они были обоснованно введены в этот интерьер с учетом климатик климат биологических особенностей помещения и соответственно дизайна помещение, в которое мы эти растения вводим. Прекрасно. То есть всем будет хорошо, да, и растениям, и людям. Безусловно, мы все время боремся за то, чтобы растения себя чувствовали хорошо. Почему мы подбираем растения? Казалось бы, да, ну посади любое растение, пусть оно растет. Нет, каждое растение нуждается в своих особенностях, в своих условиях произрастания, да, условиях ухода и прочим. Поэтому мы, когда приходим, что-то я сегодня, когда мы знакомимся с помещением, да, мы обязательно выбираем, подбираем растения конкретно под конкретное помещение. Да, это важно. Теперь вы понимаете, да, почему именно с Татьяной возникла идея сделать такой новый проект совместный. То есть не просто с человеком, который сажает растения, а с человеком, который эти растения понимает, о них заботится, также заботится о хозяевах растений, да, помогает им. Обязательно, конечно, да. И вот именно поэтому мы с Татьяной придумали очень классный мастер-класс. Мастер-класс, он, это, конечно, такое мероприятие, которое может быть проведено как корпоративно, так и для группы совершенно незнакомых людей, которые только что пришли и хотят в этом участвовать. Ну, я тогда два слова все-таки расскажу, наверное, да, о том, что за мастер-класс. Да, о том, как мы с тобой его видим, как мы с тобой его представили и что же на нем будет происходить. Расскажи, пожалуйста, почему мы с тобой вместе? Мы вместе потому что мне пришла в голову такая мысль, что когда я просто людям рассказываю о том, что такое стресс, как им управлять, давайте подышим, поприседаем, это здорово. Но за просто эту пандемию мы все так устали от говорящих голов, вот эта вот сидит вот голова, и вам вещает и вещает, да, даже если эта голова начинает приседать, это все равно она же. Это будет приседающая голова уже, да? Приседающая голова, да. У тебя хочется, чтобы, неважно, это онлайн-формат или оффлайн-формат, чтобы, когда мы говорим вот даже о том же самом стрессе, мы могли как-то сделать это необычно, сделать это полноценнее, что ли, да, сделать это так, чтобы задействовалась не только голова и ноги в приседании, но чтобы руки поработали тоже. То есть, чтобы руки не записывали, что же надо будет завтра сделать, а чтобы руки непосредственно уже решали проблему стресса прямо сейчас. И я знаю, что многие для этого рисуют мандалы, да, там, не знаю, играют на фортепиано, то есть по-разному абсолютно решают свои вопросы. Но мы с вами на мастер-классе будем... Чувствую себя головой профессора Доуэля. Ну да, вот я себя тоже так часто чувствую, и поэтому очень хочется... Я пропадала? Нет? Да, пропадала. Да, всё хорошо. Пропадала? Вот, я тогда чуть повторю. Поэтому, когда большинство людей используют руки, вот они садятся, начинают рисовать, садятся, начинают играть на пианино, например, да, и снимают так стресс. Мы с вами сядем и будем этими руками, вот этими руками, делать что-то очень полезное, а именно мы будем создавать удивительную композицию из суккулентов. Прямо по-честному сажать эти растения в грунт, правда, добавлять им там в нужные какие-то камушки, это вам сейчас расскажет Татьяна подробно. Мы будем вместе разговаривать о том, как это влияет на наш мозг, да, на связь мозга и все остальное нервной системы, на связь мозга и тела, на связь мозга и вашего состояния текущего. Это я буду за эту часть отвечать, я вам буду там вещать, рассказывать, обращать ваше внимание на какие-то моменты. А в это время Татьяна будет помогать вам создавать вот такую композицию, которая для вас станет, с одной стороны, какой-то работой, да, такой прям физический труд, да, который облагораживает человека. Творчество, Настя, это будет творчество. Творческий процесс, да, это тоже. Творческий процесс, и это будет еще создание какого-то конкретного, законченного проекта. То есть вы сразу вот через час-полтора будете рукам держать какое-то чудесное, что вам может захочется даже подарить кому-то. Да, Таня, вот расскажи, что вот... Даже не захочется никому дарить, захочется оставить себе. Еще я хотела дополнить, что во время нашего мероприятия ты обязательно расскажешь о том, как влияют растения на человека. Это же тоже очень важно. И как они влияют даже в момент, когда мы занимаемся вот этим творчеством с растениями. Почему? Потому что растения же, они живые, у них тоже есть своя энергетика, мы об этом тоже не забываем никогда. Что мы будем сажать именно живые растения для того, чтобы они потом произрастали. в том, куда мы будем его сажать. Но сейчас мы об этом расскажем. Значит, для начала, почему мы выбрали суккуленты? Потому что суккуленты считается, что они, ну, на самом деле так и есть, достаточно неприхотливые растения. Почему? Потому что самая большая беда, скажем, начинающих любителей растения вода в том, что они забывают поливать растения. Ну, вот забывают все, не помогают ни приложения, да, ни приложения, ни записки, ни прочее. Вот ничего не помогает. А суккуленты – это как раз те растения, которые растут в засушливых местах, и они могут запросто быть забытыми. То есть вы про них забыли, потом вспомнили, ой, а с ним ничего не произошло. И потом мы его поливаем, в общем, оно растет дальше. Это первая причина. Вторая причина в том, что они очень симпатичные, всяких причудливых форм бывают, коллекционные суккуленты, даже разных цветов, там фиолетовенькие, розовенькие, желтенькие, беленькие. Это очень красивые, симпатичные ребята. И они очень медленно растут. То есть создавая композицию, в чем вот особенность композиции именно фитодизайна? Когда мы создаем композицию из живых растений, она растет. То есть каждое растение растет, и с ней вместе растет композиция. То есть мы посадили вот его в горшочек, а он потом стал больше, чем вот эта голова. Что делать? Нужно пересаживать. И чтобы мы не пересаживали в скорости, мы сажаем суккуленты, и они будут расти долго-долго. Класс. Очень удобно. Итак. В ритме современной жизни. Не надо прикладывать усилия. Да. Готова? Здорово. Ты готова это увидеть? Да. Да-да-да-да. Давай. Ой, как здорово. Слушайте, так красиво, да? Просто классно. Это очень стильно. Это видно? Стильно это в другой поверхности. Да. Это здорово. Это не бабушкин горшок с зенитой. Да-да. Я сейчас расскажу, из чего он состоит. Как бы мне вот так вот сделать. Да, может, держать буду вот так. Вот. Это похоже на картину, нам пишут. Да, это похоже и на картину, и на поделку. Это в любом случае творчество. Творчество живое. И вот оно потом можно и подарить, и себе оставить, и офис украсить. Единственное, что? Но суккуленты любят свет. То есть им обязательно нужно, чтобы освещенность была. Но сейчас в современном мире рынок предлагает много разных лампочек даже, какие-то ламп для подсветки. Если вдруг вы захотите разместить в офисе... Слышно, нет? Гудит у меня. Хорошо. Хорошо. Если вдруг вы хотите разместить в офисе, и у вас особо нет на рабочем месте света, то сейчас есть лампочки и прищепки, и как настольные лампы. То есть это вообще не проблема, с этим тоже можно жить. И вот такая вот красивая композиция будет у нас долго-долго радовать. Из чего она состоит? Она состоит непосредственно из емкости. Она стеклянная. Стеклянная ваза такая. Диаметр у нее не очень большой. Вот видно, там, сантиметров 16, 19. Не знаю, не верила. Могу измерить, если кому интересно. Внутри у нас здесь очень симпатичный субстрат. То есть она со стороны выглядит всегда красиво, с любой стороны. Субстрат, который... Это не грунт, да? Это не грунт. Это субстрат минеральный, 100% натуральный, в котором растут любые виды растений, в том числе и суккуленты. Им здесь очень хорошо, потому что они привыкли засушливые, чтобы были условия. И здесь как раз очень хорошо проникает воздух, дышит корневая система. И нет никакого ни загнивания, ни заболачивания. Тем более здесь все прозрачно, все время видно. Если воды много, вдруг вы увидели, просто долго не поливайте, и все. Дальше. У нас суккуленты. Здесь у нас, если видно, пять разных видов растений. По желанию можно добавить, можно... Вот в чем тут творчество начинается, да? Когда у нас мы будем проводить мастер-класс, мы будем предлагать суккуленты ассортимент. То есть каждый участник нашего мастер-класса может выбрать себе те растения, которые будут в его композиции. Хотите там высокий вот такой, да, вот с высоким стебельком есть. Хотите вот такие вот ичверии, которые такими розочками красивыми смотрят. Я потом обязательно размещу фотографии вот этой прелести, чтобы можно было лучше рассмотреть. Да. И вот он даже и сзади будет красиво смотреться, да? Вот она вся эта композиция. Вот. А сверху у нас здесь декоративный белый грунт, галька белая, что тоже является элементом творчества. Можно украсить свою композицию. Ну, вот чем угодно мы тоже будем все это предлагать. Различные грунты, камушки и прочее-прочее. Я сейчас вот кое-что сделаю и покажу вам еще. В Новый год будем предлагать блестки, да? И всякие украшения. Я вам сейчас как раз Новый год и покажу. Здорово. Сейчас я так быстренько накидаю, чтобы понятна была тематика. Вот. И во время мастер-класса мы с вами вместе я буду рассказывать, как лучше все это разместить там, как что у нас сначала, грунт или сначала, или мы все примеряем там, делаем, создаем композицию. И вот у нас случился Новый год. Видите? Здорово. Ой! Вот. Видите, со всех сторон смотрим, а у нас там лежат. Да. Супер вообще, отлично. Красивые шарики. Да. При этом, если, допустим... Прошел, закончился, да? Мы забрали оттуда шарики и поместили, допустим, зайчиков с яйцами, там у нас настала Пасха. Да, Пасха. Отлично. Да. Если весна, мы можем... Можно... Да-да-да. А вы знаете, что они же еще и цветут. Ого. При хорошем уходе суккуленты всегда цветут, да. И когда у нас мастер-класс заканчивается, каждый участник у нас уходит с памяткой о том, как за нашей композицией ухаживать. Здорово. И у нас еще коробочки будут, да? Чтобы нести удобно. Да. У нас обязательно в комплекте будут все инструменты, которыми мы будем пользоваться. Будут обязательно защитные фарки, чтобы мы не испачкали свою одежду. Памятка, как делать композицию, как потом за ней ухаживать. И коробка, в которой потом можно будет композицию нести, включая воздушно-пузырьковую пленку, чтобы все это дело завернуть, и зимой, чтобы не замерзли суккуленты на улице, если мы мастер-класс проводим зимой. То есть у нас все предусмотрено, все удобно. Потом, когда мы коробку упаковываем, вы берете маркер, подписываете, чтобы коробку не потерять свою, не перепутать, допустим, с коллегами или с другими участниками мастер-класса. В общем, хоть рисунки, что угодно, можем ли они и нарисовать. А еще на нашем мастер-классе обязательно будет профессиональный фотограф. Да, чтобы запечатлеть эти моменты творчества. Муки, муки творчества. Ну да, это интересно. Представляете, фотография, где какая-нибудь такая уставшая бухгалтер в очках, она корпит над этим композицией. По-моему, это очень здорово. И из-за красивого журнала. И вообще для этого. Да. То есть мы для всех смогли позаботиться, да, и о клиентах, которым будет комфортно дальше, и о тех, кто будет участвовать в мастер-классе, чтобы им было чисто, светло, весело, хорошо. И у них остались подарки в удобной коробке и фотографии, воспоминания. Ну и наша поддержка, конечно, да, есть. Конечно же, мы снимем стресс для того, чтобы потом можно было новые подвиги совершать. Да. Да. А, у нас будут, кстати, еще новые подвиги, да, с тобой, Таня? Но мы пока по секрете удержим чуть-чуть. Есть у нас еще... Да, мы с Настей решили, что нам мало одной композиции суккулентов, что мы хотим предложить вам гораздо больше продуктов. И у нас будут еще другие мастер-классы с тематикой фитодизайна и снятия стресса, но мы будем делать нечто особенное. Да, мы скоро об этом тоже расскажем, конечно, обязательно. А сейчас я хочу сказать, что вот в связи с пандемией и декабрем перед нами будет не совсем понятно, но, возможно, уже в декабре мы сможем сделать открытый мастер-класс, то есть не корпоративный, а именно такой, куда может любой прийти и сделать вот эту композицию. И мы вместе с Таней проведем это занятие. У нас будет там человек 10-12, и мы всем уделим время обязательно. Конечно, обязательно, да. Потому что корпоративные, конечно, проекты, они классные, но они не позволяют просто нашим зрителям прийти и попробовать это своими руками и унести этот подарок чудесный домой и хорошее настроение. Вот, поэтому обязательно у нас будет скоро такой мастер-класс, и мы обязательно будем анонсы делать, и вы следите за анонсами или прямо сюда напишите «Я хочу». И вы следите за нами, мы всё расскажем. Следите за нами. Мы обязательно сейчас это всё сделаем для всех, это будет прямо так классно, и нам тоже, и вам. Мне кажется, это будет прекрасно. Это гениальная идея твоя. Спасибо, что ты меня пригласила и придумала, что мы с тобой вместе можем такое сделать. Спасибо, что ты умеешь так заботиться обо всех, кто будет участвовать. Я подойду к каждому, я поговорю с каждым участником, да, и всем мы вместе всё это сделаем. Я каждому обязательно помогу, отвечу на все вопросы, и не только, может быть, и по суккулентам. Да, и у всех обязательно получится классно, здорово, весело. И мы все снимём стресс. Да. Вот, так что, друзья, следите за анонсами. Мы были рады, что вы здесь, и мы будем рады тем, кто будет смотреть эфир потом в записи. И скоро встретимся. Да, и если вдруг вы захотели провести такое мероприятие у себя где-нибудь в офисе или прийти на открытый мастер-класс, пожалуйста, пишите в директ Насте или мне, и мы с вами обо всём договоримся. Да, обязательно. Да. Всё. Тогда всем спасибо за участие, за внимание. Да, спасибо большое, спасибо, что пригласилась. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok